В мае 2020 года в России в районе города Норильск произошла экологическая катастрофа. Из резервуара компании НТЭК вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Владимир Путин проводит экстренное совещание с губернатором Красноярского края, где находится город Норильск, чтобы устранить последствия утечки. Поехали! Сегодня отсутствуют какие-либо транспортные схемы. Порядка 20 километров это бездорожье. Сама река является несудоходной, и поэтому основной вариант утилизации собранных нефтепродуктов, предлагаемый, это сжигание соответствующих емкостей. Я полагаю, что опыта сжигания такого объема топлива на территории Красноярского края у нас нет. Поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу. Доклад закончен. Ну что доклад-то? Это и закончил. А что делать? Вы же губернатор. Значит, секундочку, секундочку. А кто собственник этого резервуара, откуда топливо вылилось? Да. Ну, Норильский комбинат, Антек, это дочернее предприятие, Норильская топливно-энергетическая компания. У нас вот, как раз, это Липин Сергей Валерьевич, это руководитель этой компании? Да, он руководитель этого подразделения. Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем? Пожалуйста, Сергей Валерьевич. Сегодня отсутствуют какие-либо транспортные схемы. Сегодня отсутствуют какие-либо транспортные схемы. Порядка 20 километров – это бездорожье. Порядка 20 километров – это бездорожье. Порядка 20 километров – это бездорожье. Сама река является несудоходной. Сама река является несудоходной. И поэтому основной вариант утилизации собранных нефтепродуктов… И поэтому основной вариант утилизации собранных нефтепродуктов… Предлагаемый – это сжигание в соответствующих емкостях. Предлагаемый – это сжигание в соответствующих емкостях. Я полагаю, что опыта сжигания такого объема топлива… Я полагаю, что опыта сжигания такого объема топлива на территории, во всяком случае, Красноярского края… На территории, во всяком случае, Красноярского края у нас нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно… У нас нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней я, к сожалению, не могу. Доклад закончен. И в рамках 14 дней я, к сожалению, не могу. Доклад закончен. И в рамках 14 дней я, к сожалению, не могу. Доклад закончен. Ну что? Доклад-то это и закончил. А чего делать-то? Вы же губернатор. Ну что? Доклад-то это и закончил. А чего делать-то? Вы же губернатор. Значит, секундочку, секундочку. А кто собственник этого резервуара, откуда топливо вылилось? Да. Ну, Норильский комбинат, НТЭК – это дочернее предприятие, Норильская топливно-энергетическая компания. Да. Ну, Норильский комбинат, НТЭК – это дочернее предприятие, Норильская топливно-энергетическая компания. У нас вот как раз Липин Сергей Валерьевич – это руководитель этой компании. Да, он руководитель, руководитель этого подразделения. Сергей Валерьевич, по вашему, по вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? Мы чего будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там всё в порядке со здоровьем? Пожалуйста, Сергей Валерьевич. Мы чего будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там всё в порядке со здоровьем? Смотрите снова эксерпт, без субтитров. Сегодня отсутствуют какие-либо транспортные схемы. Порядка 20 километров – это бездорожье. Сама река является несудоходной, и поэтому основной вариант утилизации собранных нефтепродуктов, предлагаемый – это сжигание соответствующих ёмкостей. Я полагаю, что опыт сжигания такого объёма топливов на территории, во всяком случае, Красноярского края у нас нет. Поэтому прогнозировать, что это пройдёт успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу. Доклад закончен. Ну что доклад-то? Это и закончил. А чего делать-то? Вы же губернатор. Значит… Секундочку, секундочку. А кто собственник этого резервуара, откуда топливо вылилось? Да. Ну, Норильский комбинат «Антек» – это дочернее предприятие, Норильская топливно-энергетическая компания. У нас, как раз, Липин Сергей Валерьевич – это руководитель этой компании? Да, он руководитель этого подразделения. Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там всё в порядке со здоровьем? Пожалуйста, Сергей Валерьевич. I am now waiting for you at our workshop, link below, where we'll make a detailed grammar analysis of what you've just heard. At our workshop you will Learn to spot the subject-verb pair even in most weirdly constructed Russian sentences. Conjugate most commonly used verbs. Unveil the ideas behind prepositions and peep through a keyhole at cases. Learn a bunch of commonly used set phrases and clusters of related words. Play pairing adjectives with nouns of different genders. Learn the meaning of slang and confusing words that you can only learn from a native speaker. Practice your question-making and answering through the TPRS method. And, of course, listen to my opinion on the issue in slow Russian. I just want to thank you for your support and say that it's very, very important to me. Thanks to you I'm able to publish free content here on YouTube every week. Also, as a special thank you to all you, my supporters, I'm weekly publishing extra content on a special platform, the link to which you can find in the description. There you will find more grammar workshops, vocabulary lessons, listening practice lessons, lessons on confusing words, detailed grammar explanations and more. So follow the link in the description and I will see you at the workshop in our classroom. .